Здравствуйте, уважаемые посетители нашего видеоканала. В марте исполняется 148 лет со дня рождения выдающегося прозаика и драматурга Максима Горького, чье имя носит наша библиотека. И так как 2016 год объявлен годом российского кино, мы решили познакомить вас с некоторыми экранизациями горьковских произведений. Надо отметить, что фильмография по этому направлению очень обширна, поэтому мы решили рассказать только о нескольких наиболее выдающихся кинолентах. Прежде всего, это, конечно, шедевр Великого Немова. Лента, снятая режиссером Всеволодом Пудовкиным в 1926 году. На роль Ниловны была приглашена Вера Барановская, Павла Власова, играл Николай Баталов. В фильме также дебютировал Александр Чистяков, чемпион России по метанию молота в роли Власова отца. В 1927 году купе фильма доставили в Соренто Горького. Известнейший голливудский актер Дуглас Фербэнкс заявил, что после Потемкина он боялся смотреть советские картины, думал, что Потемкин единичен, но теперь убедился, что СССР может ставить исключательные фильмы и что мать кинепатографически стоит страшно высоко. По итогам голосования молодых кинорежиссеров в рамках Всемирной выставки в Брюсселе в 1958 году эта картина была названа в числе шести лучших фильмов всех времен и народов. А в 1978 году кинолента Пудовкина названа третьей по итогам опроса киноведов мира по выявлению 100 лучших фильмов в истории киноискусства. Конечно, нельзя не вспомнить экранное воплощение знаменитой автобиографической трилогии Алексея Максимовича Пешкова «Это настоящее имя писателя». Три серии фильма «Детство в людях. Мои университеты» снимались режиссером Марком Донским друг за другом и выходили на экраны в 1938, 1939 и 1940 годах. В главных ролях снимались Алексей Лярский, Михаил Трояновский, Варвара Масалитинова, Даниил Сагал. У себя на родине трилогия о Горьком была оценена как почтенный образец бережного отношения к экранизируемой классике и в результате как киноклассика для детей. Единственным недостатком виделась некоторая хаотичность повествования, вполне, впрочем, извинительная, объясняемая естественным желанием автора уместить в фильм как можно больше героев и сюжетных линий самой книги. Для зарубежных же критиков трилогия предвосхитила, полагают они, главные события мирового кинематографа последующих десятилетий вплоть до начала 60-х. В самом деле, никто из советских режиссеров, за исключением Эйзштейна, Довженко и Пудовкина, не оказал столь значительного влияния на мировой кинопроцесс, как Марк Донской. Своим прямым предтечей считали его итальянские неориалисты, едва ли не напрямую цитировавшие Донского в своих фильмах. «Дело Артамоновых» художественный фильм режиссера Григория Рошаля под наименному роману Горького снимался на киностудии Мосфильм в 1941 году. В ролях Сергей Рамаданов, Вера Морецкая, Михаил Пуговкин, Любовь Орлова и многие другие. Для Михаила Пуговкина эпизодическая роль купца Степаша стала первым появлением в кино. Режиссер зашел в Московский драматический театр, где в то время репетировал актер и поинтересовался у ребят, кто может танцевать в присядку. «Смогу», — ответил Пуговкин, и показал несколько движений. Так он попал в актерский состав. Съемки над фильмом прервались 22 июня 1941 года. В 1968 году пленка с этой картиной была восстановлена. Это позволяет оценить операторскую работу. Она действительно хороша, много красивых планов. Монтаж ленты тоже радует. Удивительно динамичный для той эпохи. В 1956 году режиссер Марк Донской создает новое экранное воплощение романа «Мать». В главных ролях Вера Морецкая, Алексей Баталов, Татьяна Пелецкая. Конечно, в том, что фильм получился выше среднего уровня, виноваты в кавычках не только режиссер. Молодой Баталов играет тут не первую свою роль и уже показывает все свои задатки актера разнопланового, играющего не один и тот же тип, но разные характеры. Напомню, что в экранизации 1926 года роль Павла сыграл дядя Баталова Николай Баталов. Вполне сложился актерский ансамбль в этой ленте. Тут можно отметить первое и уже удачное появление на экране Олега Борисова. Надо отметить, что к концу фильма эта кинолента напоминает бенефис Веры Морецкой. Из-за ее игры образ Ниловны совершенно перерастает горьковскую героиню. Можно сказать, что драматизм фильма более чем наполовину связан именно с ней. Пьеса Горького, Егор Балычев и другие было написано с совершенно новаторских драматургических позиций. Сюжет в его каноническом драматургическом понимании отсутствует. Фильм, полнометражный дебют Сергея Соловьева 1971 года, сделан с неожиданной экспрессией, жесткостью, режиссерским изыском. И не случайно, что с выдуманным сюжетом прекрасно монтируется кинохроника, поданная контрапунктно. Момент духовного слома в судьбе отдельного человека, явно не желающего вписываться в какие-либо рамки и быть как другие, сопоставлен с общественно-историческим переломом жизни страны, каковым как раз и оказалась революция. Таким актерским ансамблем, какой собрал режиссер, не может похвастаться ни одна Горьковская экранизация. Не только главные, но и второстепенные эпизодические роли исполняли блистательные актеры. Достаточно назвать такие имена, как Михаил Ульянов, Майя Булгакова, Екатерина Васильева, Анатолий Ромашин, Римма Маркова, Нина Русланова, Елена Соловей, Георгий Бурков, Лев Дуров, Евгений Стеблов, Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков и многие, еще многие другие. Телем молдавского кинорежиссера Эмиля Латяну «Табр уходит в небо» был создан по мотивам ранних рассказов Горького, Макар Чудрай, Старуха и Сергиль. Он стал лидером проката 1976 года. В главных ролях Григория Григориеву, Светлана Тома, Борислав Брундуков, Ляля Черная. Интересный момент связан с этой картиной уже после ее выхода на экраны. Исполнительница главной роли «Цыганки Рада» Светлана Тома рассказала, что однажды в Харькове с ней произошел курьезный случай. Директор кинотеатра, где целый день шел фильм, попросил меня выйти к зрителям и провести творческую встречу. «Цыгане кинотеатр этот купили с потрохами, попросили убрать кресло, сидели прямо на полу, чуть не жили там, с детьми, с едой, уходили, приходили. Ну, и я вышла к ним, с хвостиком, в очках, я близорукая. Ну, что сказать, они были в шоке. Так и не поверили, что я та самая Рада. Мне пришлось уйти и со сцены. Они кричали, они возмущались, вызывали директора, грозили, что подадут на него в суд. А это значит, роль актрисы удалась на сто процентов. Двухсерийный фильм «Васса» Глеба Панфилова 1983 года принадлежит довольно редкому разряду преждевременных фильмов советского кино. В самом деле, когда лента была сделана возрождение русского промышленного сословия, никто и помыслить не мог. Время «Вассы», каким его увидел режиссер, это время экономических перемен, промышленных переворотов, время деловых людей. В финале режиссер делает два резких отступления от оригинала, предлагая то, что, собственно, и называется прочтением пьесы. У горького мощь характера «Вассы» кажется тщетной, ибо за ее смертью следует полный упадок рода. Богатство, накопленное преступлением, оказывается по существу бесхозным, предоставленным на разграбление выродившимся наследникам. У Панфилова конец дома Железновых выглядит более зловеще. Он реализован в зрительной метафоре. После смерти Вассы ее дочь, зайдя в кабинет, видит на привычном месте привычную фигуру. Но это не Васса. Это Анна Нашенкова. Прибегнув к Железновскому же способу подделки завещания, она стала наследницей дела. За сюжетным финалом следует у Панфилова второй поэтический пароход, который строила и освещала Васса, плывет мимо каменных набережных современной Москвы. Сериал «Жизнь Клима Самгина» был создан в 1986 году на основе одноименного романа. В драме задействованы такие известные российские актеры, как Елена Соловей, Армен Жахарханян, Андрей Харитонов, Лариса Гузеева и многие другие. Сериал состоит из 14 серий и повествует о жизненном пути интеллигента Клима Самгина предреволюционной России. Режиссер-сценарист Виктор Титов экранизировал самое крупное итоговое произведение Горького, которое автор писал больше 10 лет до самой своей смерти. Картина представляет собой обширный обзор жизни российского общества на переломе эпох с 1877 года до событий Октябрьской революции 1917 года. Роль главного героя исполняет Андрей Руденский, и критики сошлись во мнении, что он невероятно точно передает характер героя и в подростковом возрасте, и в зрелом. Фильм снят качественно. Его создатели передали желание Максима Горького показать эволюцию общества и место отдельной личности в формировании этого общества. Российско-итальянский фильм Глеба Панфилова «Мать» снят по единоменному роману Горького и рассказам «Жизнь ненужного человека» и Карамара. Редкость большая, когда в одной кинокартине крепкая режиссура не подавляет актерское мастерство. Эта лента – результат работы ансамбля. И выход с Мактуновского на пять минут не вытягивает фильм до заоблачных высот, как это часто бывает с Мактуновским и слабыми режиссерами, а только дополняет умную и важную картину. Революционеры – люди честные и правдивые. Они хотят изменить жизнь к лучшему. Но мы-то знаем, какой кровью они изменят эту жизнь. Это первые хотят к лучшему. А те, кто следом за ними, готовы рубить головы. И в этой борьбе властителей и их противников симпатии автора лишь на одной священной стороне – стороне матери. Кроме политической подоплеки этого фильма, в нем не последнюю роль играет тема материнской любви и верности. И эту тему ведет одна из главных современных актрис – Инна Чурикова под статьей с Мактуновский и Маковецкий. В 1995 году режиссер Сергей Урсуляк снимает фильм по мотивам пьесы «Дачники». В главных ролях Сергей Маковецкий, Светлана Рябова, Виктор Гвоздицкий. Многие критики считали, что главный просчет этой экранизации заключается в следующем. Молодой режиссер, ставя тогда только вторую свою картину, специально все сделал для того, чтобы максимально ограничить разомкнутое вневременное пространство «Дачников» только эпохой немого синематографа. С его преувеличенной мимикой, изломанными жестами, с надрывными страстями и неуравновешенными поступками. Несмотря на такие нелестные отзывы, лента получила множество призов. Это и приз за лучшую операторскую работу, и приз жюри за современное прочтение классики, высокую кинематографическую культуру. При скиноакадемии «Ника» за 1996 год номинации за лучшую музыку к фильму «Посмертно Тривердиву». Наконец, самая последняя горьковская экранизация. Фильм, поставленный по мотивам одноименной самой знаменитой пьесы Максима Горького на дне в 2014 году. Действие в этой картине перенесено в наши дни. Герои ленты режиссера Владимира Кота живут на самой настоящей свалке. Они ходят на разбор, откапывая в горах мусора ценный металл и вещи на продажу. Воруют, пьют и бьют друг друга смертным боем. Это и бенефис некоторых прекрасных актеров, таких как Борис Каморзин, Евгения Добровольская, Олег Васильков. Снимались в этой киноверсии и опытные талантливые артисты. Михаил Ефремов, Агния Кузнецова и многие другие. Такой ансамбль для российского кино – это достаточно редкий случай. Основное отличие картины от пьесы в том, что Лука из старца превратился в подростка-беспризорника. В роли Луки занят Семен Трескунов, наверное, один из наиболее востребованных актеров-подростков России. Продюсер фильма Евгений Генделис подчеркивал, «Мы не ставили задачу что-то радикально менять, но в то же время мы хотели найти точки соприкосновения с современностью, наших собственных мыслей с тем, о чем пишется в пьесе. Мы очень довольны результатом. Это, с одной стороны, интересный сюжет, драма характеров, с другой – интеллектуальное упражнение, каким кино тоже должно быть». На этом мы с вами прощаемся. До новой встречи в следующей видеопередаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова